Привет всем. Мультфильм не новый. Маловероятно, что вы его не смотрели. Я смотрел множество раз и буду смотреть еще. В этом смысле мультфильм редкий. Вдвойне редкое в нем то, что хоть он и диснеевский, но построен на довольно серьезной теме. Не по-детски серьезной. Просто нужно чуть глубже копнуть, напрячься. Сами по себе дети этой темы не поймут, но можно использовать этот мультфильм как введение в тему для подростков. Что такое кризис среднего возраста, с чем он связан, как он выглядит, что с ним можно сделать. Дальше будет много спойлеров, так что если вдруг не смотрели фильм, прервитесь и сначала посмотрите. Кризис среднего возраста это примерно от 33 до 45 лет. В чем его истоки, в чем его причина? Его истоки в том, что человек разочарован в своих ожиданиях. Что такое кризис у мужчины? Я ничего не достиг. Я не имею никакого статуса. Я обычный лузер. Ну не знаю, какой-нибудь офисный планктон. Я не так много зарабатываю. У меня или нет машины, или какая-то плохенькая машина. Я даже не имею своего дома. Но когда мне было 18, я думал, что я просто порву этот мир. Что я стану там огромным начальником. Я буду жить в своем доме, у меня будет куча денег, длинноногие красавицы. Ничего этого нет. Есть какой-то убогий брак, где я никого не люблю, меня никто не любит и не понимает. И даже с детьми у меня плохие отношения. Есть начальник, который может орать на меня. А мне ведь уже скоро 40. И половина жизни прожита. И это вот то, к чему это, так сказать, ну какой-то промежуточный финал, да, к которому я пришел. И это создает у меня болезненное состояние. К чему ведут эти кризисы? К депрессии, конечно. Сначала начинается остыния. Это у человека понижается тонус. Он становится унылым, раздражительным. У него сокращается интерес. Он какой-то неживой становится, вялый. А потом может развиться депрессия, вплоть до клинической депрессии. Все плохо. Такая психология, знаете, когда жизнь представляется в таком достаточно сером цвете. Потом какая-то работа тоже унылая, и я не могу подойти и сказать, что я хочу продвигаться, или хотя бы денег, хотя бы премию, мне выпишите. И все вот как-то так, со страхом, с неуверенностью. Я доковылял до 33-40 лет, да? Итак, то, что фильм о кризисе среднего возраста, очевидно еще с начальных титров. Главный герой рассказывает о себе на собрании мужской психологической группы поддержки, которая одновременно пародирует, впрочем, можно сказать, что это проекция явлений взрослой во вседневной жизни в искусственную вселенную мультипликационного мира, пародирует собрание общества анонимных алкоголиков и мужских психологических групп. Весь этот кризис, 30 лет стажа, разочарование в жизни, поиск альтернативного себя, и об этом будет подробнее дальше, запоздалое раскрытие анимы, все признаки налицо. Что не очевидно, и чего режиссер наверняка осознанно не закладывал в сюжет, но что все равно получилось. Это как именно кризис проявился. Ключом к пониманию того, что на самом деле произошло, для меня стало осознание несоответствия поведения и мировосприятия Венелопы ее указанным возрастом. Возрасты в этой вымышленной вселенной вообще штука сложная. Ральф проработал 30 лет, но сколько ему лет, не ясно. Если он условно начал работать в 15-20, то ему 45-50. Если он сразу появился таким, как есть, то ему 30. Обе цифры годятся как типичные границы для кризиса среднего возраста. Венелопе по разным версиям то 9, то 12 лет. По ее пропорциям я бы сказал, что ей меньше 9. При этом по сюжету она только в изгнании прожила 15 лет, то есть сразу появился такой, как есть, и не менялась. Тем не менее, в общении с Ральфом она то ведет себя с ним на равных, то вообще становится на роль родителя. Даже в один момент посвящает его в рыцаре. Ральф же только изредка ведет себя с ней как взрослый. Вывод? Все происходящее происходит на самом деле только в воображении Ральфа, а конкретно во сне. Маленькая девочка – типичный образ незрелой анимы, который пробивается в снах. Все события, герои и локации во сне – проекции или фантазии главного героя. Нужно только понять, где границы сна и на чем могут быть основаны снящиеся образы. Итак, о чем рассказывает Ральф на группе анонимных плохих парней? Интересно, что хорошие парни не ходят в психологические группы, у них и так все хорошо, а если и не хорошо, то никто об этом не знает. Также не существует групп анонимных плохих героинь, хотя в мультфильме хватает таких героинь. И в такой группе им было бы самое место. Ральф рассказывает о типичном для кризиса среднего возраста. Однообразие, ненавистная роль, которую он сам не выбирал, недооцененность, жизнь в тени, нет тепла, ласки, нет дома, нет любви, мало общения. Ральф проецирует свое желание наполненной жизни на Феликса, идеального Найс Гая, хорошего парня. Завидует ему. Сразу заметно, что у них много общего. Тот тоже не выбирал роль, но она его пока, по крайней мере, устраивает. Оба одиноки и, по идее, должны быть одного возраста. В их мире нет ни одного женского потенциально романтического персонажа. Так что весь интерес направлен на награды в виде похвал, пирогов и медалей. Только Феликс их получает, ему их, наверное, уже давно некуда девать, а Ральф только мечтает получить. Получается, оба крайне зависимы от внешнего подкрепления, имеют так называемый внешний локус. По Ральфу видно, что плохим парнем его можно назвать лишь условно, по его роли в игре. По своему взаимодействию с окружающим миром он типичный Найс Гай, хороший парень. А весь этот деланный испуг окружающих просто поза, ролевая игра, роль козла отпущения. Эдакий еще один Шрек. Чем же занимается группа анонимных плохих парней? Если группа анонимных алкоголиков ставит целью вытащить своих членов от привычки, то здесь заняты тем, что сдерживают плохих парней, чтобы они не сбежали со своих ролей после кризиса сознания. И судя по количеству присутствующих, в этой вселенной эта проблема массовая. Но вселенная нуждается в этих персонажах, поэтому пытается удержать их на своих ролях. Тут ходит темная легенда про некого Турбо, который слишком многого хотел от жизни, что стоило потери двух игровых автоматов, и самого его погубило. Буквально так и говорят. Хотеть от жизни большего – это быть Турбо. Так нельзя. Аффирмация дорогого стоит. Я плохой, и это хорошо. Не хочу быть никем иным. Конечно же, эти слова противоречат внутреннему состоянию Ральфа. В реальном мире такой человек пошел бы и напился. Примерно так, надо понимать, Ральф и сделал. Только нам не показывают ни как он пьет, ни что пришел на вечеринку пьяным. Хотите что-нибудь заявить? Да, я вас ненавижу. И сначала называет себя Ларрой Крофт. И как позже будет видно, не просто так. Кто такие герои отключенных игр? Бомжи. В реальном мире это социальное дно, где почти одни мужчины. И у Ральфа есть сочувствие, в отличие от всех остальных положительных героев. Доводилось ли вам видеть психологический срыв мужчины на вечеринке на публике? Именно это и делает Ральф. Когда чувства переполняют, внутренний барьер снимает с алкоголем и плотину прорывает. Выглядит это неприятно. А причина в том, что человек не приучен говорить сразу и прямо о том, что его не устраивает, а копит годами. Играет песня 80-го года, по-видимому, год выхода игры. Все жители этого дома, похожего на дом из фильма «Батарейки» в комплект не входят, предпенсионного возраста. Феликс просто купается в их внимании и поклонении, почти как наркоман. Вкусовых предпочтений Ральфа никто не знает, это никому не интересно. Что они могут ответить на его выход из себя? Раскаяться и пообещать, что отныне все изменится? Как бы не так. Ему ставят невыполнимые условия в стиле «когда рак на горе свистнет». И сразу понятно, что никто даже не рассматривает вариант, что это обещание будет выполняться. Его просто невозможно выполнить в принципе. Они уверены, что он проспится, забудет все, что было, и продолжит играть свою роль. В целом, сцена очень похожа на срыв Шрека четвертой части. Что мы видим дальше? Разговор с барменом. Ральф пошел догоняться и поговорить за жизнь, как он это, видимо, делал регулярно. Там он и знакомится с солдатом, служащим то ли в Старкрафте, то ли в Звездном десанте, то ли в чужих. Солдат тоже в баре не просто так, он сам пьян. Он демонстрирует явно неадекватное поведение. Он показывает детский, юмористический вариант ПТСД, Post Traumatic Stress Disorder, посттравматическое стрессовое расстройство. Это совсем не смешная тема среди вполне настоящих военных. У солдата есть рефлексия, он понимает, из-за какой ерундой воюет. Но, видимо, он относится к положительным героям, так что в психологических групп ему не положено по уставу, только пиво. На самом деле, они поговорили и крепко набрались вместе. Тут Ральф и заснул. Возможно, в этой самой кладовке. С этого момента начинается то, чего в реальности не происходило. Ральф видит яркий, запоминающийся сон. Такой, какой люди помнят всю жизнь и несут с собой по жизни как часть личного опыта. И так, сначала Ральфу снится, что он поменялся местами с военным и решил добыть медаль, которая изменит всю его жизнь. В броне его воспринимают уважительно, теперь как положительного героя. Первый женский персонаж, какой он видит, единственный похожий на подходящую ему женщину, с весьма эротичными формами, но совсем не эротичным поведением. Танкоталли Грудастая Блондинка в качестве командира толпы качков батальона спецназа с речью школьной училки НВП. Зацените, кто ее озвучивал. Чем-то похожее на ту самую Лару Крофт. Это уже шаблон кинофильма, хоть и выглядит смешно. Ведет себя так, как будто она больше мужик, чем весь батальон вместе взятый. Это первая, самая поверхностная проекция анимы Ральфа, которую он видит во сне. Его интерес мог бы быть романтическим, но он становится по отношению к ней в позицию ученика и, видимо, как следствие, странным, совершенно не похожим на себя образом проявил себя в бою трусом ни на что не годным. В игру стрелялку в это время тоже играет девочка, что характерно для всего этого выбернутого наизнанку мира сна. А солдатам объясняют то же, что и в психологической группе, что нельзя выходить из своей роли. Тут же рядом в розовую девочковую игру гонки играют два мальчика-тинейджера, а название «Сладкий кайф» прямо отсылает к строкам «Из чего только сделаны девочки». И та же девочка пытается поиграть в «Почини дом», то есть это одна и та же женская энергия пытается управлять миром Ральфа. В скобках Смотритель заведения это божественная фигура, которая обладает властью управлять мирами. И эта фигура не вникает в глубины происходящего. Начинается фантазия Ральфа. Что будет с миром без меня? Как меня все начнут ценить и скучать по мне? Он и раньше засыпал в баре, но ненадолго. С чего он решил выкрасть медаль непонятно. Это первое проявление его эго, до которого важнее казаться, чем быть. В обычной жизни он слишком хороший и честный для такого. А тут решил, что если достанет медаль, то его жизнь дома радикальным образом изменится. Совершенно детское регрессивное осуждение. И куда он закономерно попадает тут же? В детскую страну, населенную почти одними только маленькими девочками и сладостями. Где он ее мог видеть раньше? Да в те самые моменты, когда его сбрасывали с крыши. И Винилопу он видел там же, но никогда там не был. Все, что он видит здесь, создано его подсознанием. А сама Винилопа, с которой он чудесным образом сразу встречается, и есть его главная проекция анимы во всем сне. Неразвитая, травмированная, одинокая, изгой. Сюда же подтягивается и тетенька-учительница, амазонка и спутник-аргонавтов, архетип местами Артемиды, местами Геры, местами Афины. И Феликс тоже подтягивается. Во сне это проекция хорошего парня, каким Ральф себя и ощущает внутри в обычной жизни. Причем этот внутренний Феликс сразу проявляет именно романтический интерес к воительнице, что довольно типично для Найс Гая. И сразу же попадает в подчиненную позицию, повинуется буквально по щелчку пальцев. Так Ральф представляет себе взаимодействие с яркими интересными женщинами. А еще у этой интересной женщины тяжелая травма в прошлом, которая и объясняет ее сердце, обернутое в колючую проволоку. У девочек в сладкой стране довольно мерзкий характер, хоть никто из них формально не является плохим героем. Сам король, как становится ясно позже, является дворцом и правителем этого мира. Это сам Ральф, его вытесненная жажда к публичному обожанию, его эго, эго с защитой, с двойным дном. Так Ральфу представляется воплощение легенды сбежавшим Турбо, что сам Ральф и есть этот Турбо, только очень хорошо замаскированный в образ доброго старичка, а на самом деле он архитектор этой матрицы. Твои дети сладкой кукурузы, говорит Ральф королю. То есть красноглазый монстр Стивена Кинга это тоже он, по-видимому это его тень, Shadow Self, которая появится позже. А как колоритно он дышит через трубку во время побега, тоже явная отсылка к тени. Дети сладкой кукурузы довольно жестоко разбираются с Венелопой и тут неожиданно Ральф выступает в роли спасителя, защитника по отношению к собственной аниме. Разогнанная девица представляет собой темную сторону анимы, тоже незрелую. Анима Венелопа тонко издевается над медалью и жаждой Ральфа. Более точный перевод этого крайне важного разговора. Это не монета, это медаль. Монета, медаль, какая разница? Возвращайся в свою тупую игру и выиграй еще одну. Я не могу, я выиграл ее не в своей игре. Это была игра Долг Героя. Какашка Героя? Нет, не в этом смысле. Ты смотри внимательнее куда за что медаль дали? Попу подтирал. Надеюсь ты руки вымыл после того как медаль потрогал. Слушай, нет, еще одно, еще одно. Зачем герой слил бочок? Спроси почему? Почему? Потому что это была его какашка. Как ты смеешь оскорблять Долг Героя? Я заслужил эту медаль. Ты маленький беспризорник. И тут же Ральф впадает в детство, а Венелопа выступает успокаивающим родителям. Одновременно Калхаун рассуждает про Турбо как отвратительно эгоистичные мужчины. Тут же идет смешная комедия про 33 подзатыльника и пощечины. Действительно, что может быть смешнее, чем длительное смачное избиение на изгая женщины без особой причины? Это настолько смешно, что волшебной силы смеха хватает, чтобы спасти двоих героев из беды. Интересно, было бы это настолько же смешно, если бы Феликс молотил Калхан по лицу снова и снова и снова. Да ладно. Насилие смешно, если это насилие по отношению к мужчине. Это и так известно, привыкайте дети. Если простое обращение сверху вниз привлекло женщину, то избиение мужчины сразу открывает настоящее романтическое окно. Женщина настолько тает, что ей приходится стрелять в воздух, чтобы это окно прикрыть. Правда ведь у Ральфа интересное представление о женщинах? Следующий намек на вывернутый наизнанку мир испечение машины. Как если бы девочки-гонщицы были недостаточным извращением? Машины в этом мире не собираются рабочими из частей. Их лепят из теста и пекут в печи. Как иначе еще этим процессом могла бы руководить маленькая девочка? Ральф проявляет себя так, как стереотипный мужчина на кухне. А в итоге каким-то чудом все кончается успехом. Анима довольна. Дальше интересное. Где обитает Анима? В секретном пространстве, о котором не знает даже сам король Эго, несмотря на то, что он считает себя творцом этого мира. А внутри этого пространства она обитает на свалке, как и Ральф. Это еще одно указание, что Венелопа проекция Ральфа, а не одно целое. А область интересов Венелопы автогонки, что столь же неженственно, как и военное дело у Колхаун. Вообще все женские фигуры неженственны, кроме короткого появления Венелопа в платье королевы в конце. Тут атомная женщина с тяжелым прошлым опять грубо высаживает Феликса. Хорошо, что не убила в порыве. А Эго подкупает Ральфа и убеждает, что о нему нельзя давать волю, иначе это плохо кончится для всех и для нее хуже всех, что она всего лишь глюк в этой системе, хотя на самом деле она одна из фундаментальных основ всего этого мира. Убеждает успешно, настолько, что Ральф снова входит в роль родителя, защитника и разбивает машину. Надо сказать, себя Ральф не предает. Он готов пожертвовать отношениям этой довольно ценной подружки в обмен на то, что она останется жить и возвращается домой. Где его медаль никому не нужна, так как никого уже нет, все разбежались. Никто и не собирался на самом деле исполнять условия, которые ему выставили. Все заботятся только о себе. В отсутствие внешнего внимания золотая медаль теряет всякий смысл, так как локус внешний. А медаль от аниме возрастает в цене, так как она действительно заслужена, хоть и за простое действие. И вот тут совершенно случайно приходят явные указания, что аниме не глюк, а фундаментальная часть мира. Ральф видел это и раньше, он все еще спит, просто до него вдруг доходит, что эго его обмануло самым наглым образом. Разговор с Феликсом в тюрьме это разговор с самим собой, согласование и примирение частей личности, признание Найс Гай в себе и, к сожалению, готовность и дальше всегда нести свою роль, опять ради аниме. Когда при встрече с ней он называет себя идиотом, это нужно понимать буквально, идиот значит неосознающий себя и окружение. И опять Ральф становится по отношению к ней в детскую позицию. Дальше идут Лонгольеры и битва самопожертвования с эго в крайней степени агрессивной защиты. И она должна была бы закончиться его смертью, а значит и смертью анимы, но совершенно чудесным сверхъестественным образом анима спасает Ральфа, несмотря на то, что она такая маленькая и незрелая. Делает это почти как Нео в Матрице. Разгадка почему его анима увлечена именно гонками, потому что его эго есть проекция на бывшего автогонщика. Видимо вторая его проекция на того самого солдата в начале, поэтому вторая часть анимы воительница. И хоть Ральфу предлагают остаться на ПМЖ, он обещал что будет исполнять роль и он намерен выполнить обещание. Поэтому дальше идет Deus Ex Machina и все возвращается на круги своя. Но перед этим Феликса женят на колхаун. То-то получится пара. Вы все встречали такие пары в реальной жизни. Стучать по лицу ему будут регулярно. тут Ральф просыпается и начинается его обычный рабочий день. И жители никуда не уезжали, и Феликс никуда не пропадал. Изменилось ли отношение жителей к Ральфу? Возможно самое малость. Остальное он дофантазировал себе. А перед очередным падением с крыши он вспоминает сон и держится за него как за якорь. Так и не поняв что девочка это он сам. А если его мнение о себе зависит от какой-то то это по сути ничем не лучшая медаль и зависимости от мнения жителей. Локус как был внешним так и остался. Путь внутреннего роста предстоит еще очень и очень долгий. Жить надо с собою а не надо жить как бы не то что любовью даже слово любовь здесь неуместное. При нарциссических расстройствах бывают такие проблемы. Когда ты заточен под успех внешний чтобы тебя любили чтобы ты показывали по телевизору и так далее. Что это значит? Заниматься только тем что ты любишь. Реализовывать себя. Вот здесь лениться не надо. Здесь нужно всегда что-то делать. Но это делается без усилий воли потому что тебе это нравится. И тогда у тебя все получается. Живите собой живите тем что вам интересно и никакого кризиса у вас не будет. Если порассуждать в качестве завершения можно ли воспринять этот фильм наоборот как историю анимуса то есть что у нас спит Венелопа а ей снится Ральф и тогда название Ральф означает что анимус который пришел пробудился в общем проявился и повзрослел внутри Венелопа и дал ей возможность раскрыть в себе такие мужские стороны то есть грубо говоря дал ей защитил ее от врагов обеспечил ее машиной научил водить дал место и возможность научиться водить потом собственно и выиграть и в конечном счете она стала королевой пусть даже это случилось во сне то есть на самом деле возможно она королевой и не является это такая внутренняя трансформация которую она делает во сне да вполне может быть можно прочитать фильмы таким образом можно посмотреть его как историю пробуждения анимуса хотя в целом мне кажется все таки здесь больше упор сделан на все таки название Ральф скорее указывает на то что Ральф главный герой а все остальные побочные но это не единственная трактовка для данного фильма и они друг другу не противоречат ральф Рекет Рэлл. Вы не из here, вы? Ну, ну... Ну, я... Я не из этого, но я просто работаю здесь. Что это? Я не слышал тебя! Я не слышал тебя! Слушай, я пытаюсь быть хорошим. Я пытаюсь быть хорошим. Вы мимите меня. Вы мимите меня! Я Фикси-Феликс-Jr. Я Фикси-Феликс-Jr. Фикси-Феликс-Jr. Джиммени, Джиммени. Посмотрите, что высокая идея! Твоя лица! Это потрясающе! А вы не скажете, где у вас тут медсанчасть?